Сегодня будут темы, которые постепенно нас придут к тому, как использовать не только КОБЛ для разработки приложений, но и как использовать C++ в написании нативных классов. Но давайте начнем с того, как встроено отображение сложных данных КОБЛ. Для этого поговорим в первую очередь о компонентах. Про компонент вам немного уже рассказывали. Первое, что нужно понимать, это то, как описать новые объекты, которые будут создаваться в приложении с помощью некоторых общих конструкций. Для того, чтобы подгружать динамические объекты, создавать их динамическими, только в декларативном виде уже заранее использовать, используются несколько типов. Первый из них это компонент. Компонент принимает в качестве описания объекта несколько вариантов. Первый вариант это ссылка, по которой можно указать внешний документ КОМЛ. Или можно просто внутри элемента компонента писать структуру того объекта, который будет строиться. Можно отслеживать то, как компонент готовится. Соответственно, можно отслеживать его статус из разных дискретных состояний. Но также есть и прогресс, который изменяется от нуля, когда компонент не готов, до единички, когда компонент готов. Соответственно, есть сигналы, которые позволяют следить за тем, можно ли уже использовать объект или нет. И мы с вами, по-моему, уже сталкивались с тем, что иногда в объектах писалось component onCompleted и вызывался какой-то кусок кода. Вот как раз это сигнал completed, который испускается при завершении подготовки объекта. И, соответственно, этот код будет выполнен, когда объект как раз будет готов. Аналогичный сигнал здесь, который присылается при удалении, при завершении объекта, это destruction. Соответственно, component onDestruction будет выполнено как раз перед тем, как компонент будет позволен. Компонент позволяет создавать новые объекты по тому шаблону, который в нем написан. Для этого есть два метода. Один из них, который непосредственно порождает экземпляр объект, а другой, который подготавливает объект, для того, чтобы можно было его асинхронно загрузить и использовать. Ну, error string это метод, который возвращает человекочитаемое описание ошибки, которая произошла, например, при загрузке компонента. Соответственно, вот как можно подготовить компонент. Есть несколько способов, как я уже говорил, это сделать. То есть тот способ, в котором уже сталкивались немножко, это когда мы непосредственно внутри типа компонента описываем структуру объекта. То есть там должен быть один корневой объект, в точности так же, как в документе QML, и может быть у него уже вложены другие объекты. Соответственно, вот этот корневой объект, он описывает тот объект, который будет загружен. Альтернативный способ создания объекта – это указать внешний документ через URL. По-другому этот же URL можно задать с помощью метода QtCreateComponent, туда передается URL, создается объект компонента, и с помощью уже отслеживания его статуса можно обрабатывать, что же делать там с компонентом, когда он будет готов. Ну, например, начать создавать объект. Ну, вот здесь вот уже как раз показано, как создавать объекты с помощью компонентов. Соответственно, есть у нас компонент кнопочки. Ну, например, вот такой, как здесь был описан на предыдущем сзади. И можем с помощью CreateObject сразу создать объекты пробки. То есть мы из компонентов породили объекты пробки. Этих объектов из компонента можно породить сколько нужно, потом ими управлять, перемещать их, что-то делать. Можно немножко посложнее создать с помощью инкубатора, про который я говорил. То есть, соответственно, сначала создается, вызывается метод IncubateObject, то есть готовится создание объекта. Это происходит асинхронно. И можно подслеживать состояние подготовки объекта. Соответственно, ну, здесь сделана такая конструкция, которая проверяет следующее. Если компонент готов сразу после того, как был создан его инкубатор, тогда мы прямо сразу начинаем работать с объектом. Но может оказаться, что он еще не готов, он готовится где-то асинхронно. В этом случае нам нужно с вами отследить момент, когда он будет создан. Для этого используется сигнал StatusChanged. Ну, соответственно, этот сигнал можно провести обработчик и вызвать, по сути, тот же самый метод, который обрабатывает уже созданный объект. Можно альтернативно создать объекты без компонента, просто передав код QML непосредственно в функцию QtCreateQMLObject. Туда передаются два аргумента. Первый аргумент это QML код, то есть прямо вот код QML документа, по которому нужно породить объект. А второй аргумент это тот элемент, который станет родителем этого объекта во всей аэропортической структуре QML. Ну, соответственно, вот так вот будет создан уже объект, который он может сразу заработать. Есть еще несколько способов делать новые объекты. Есть тип лодер, про который я немножко позже расскажу. Ну, и также мы сегодня с вами поговорим про представление и чуть позже по то, как работать с C++. Соответственно, с C++ можно просто порождать новые объекты в нужном количестве. Про лодер. Лодер это тип визуальный, то есть он следует за тайтем, он обладает геометрией, и он умеет внутрь себя загружать объекты. То есть создавать объекты, которые размещаются по геометрии лодера. Соответственно, для того, чтобы ему загрузить объекты, ему нужно либо передать компонент, либо передать ссылку на QML документ, из которого он будет генерировать объект. Ну, то есть на самом деле вариант ссылки можно реализовать и через компонент, но передать просто source оказывается иногда быстрее. У него есть метод, который позволяет управлять тем, будут загружаться объекты или нет, которые переданы через source или source компонент. Это осуществляет актив. Также можно управлять тем, загружаются ли элементы синхронно или синхронно. Это в точности так же, как происходит с Image. Можно отслеживать статус. Статус, опять же, можно отслеживать либо дискретно, через четыре разных состояния, либо отслеживать статус от 0 до 1. Ноль, когда объект не загружен, ноль, когда объект загружен. Но когда объект будет загружен, свойство item будет содержать указатель на тот объект, который содержится в модуле. Вот здесь есть простенький пример, который мы сейчас с вами попробуем воспроизвести. Я пока прокомментирую, что здесь происходит. То есть можете пока открыть. Давайте я покажу, что пока можно открыть. Я пока прокомментирую. Вот у нас с вами есть Aurora AdTemplate. Не, не то вам. Вот у нас есть компоненты модели. Здесь есть Aurora AdTemplate.com.l. Это пример достаточно простенький, еще упрощеннее, чем генерит IDE. Ешка, пример приложения, которое использует только QML-код, в котором нет нативной части. Я предлагаю основывать наши небольшие эксперименты на этом примере. А сейчас можете его к себе скачать, распаковать в директорию, в которой у вас хранятся проекты. Напомню, что эта директория либо должна быть в домашнем каталоге пользователя, либо должна быть указана при установке SDK, распаковать туда проект, открыть его и попробовать собрать. А я пока прокомментирую, что у нас происходит вот здесь. Соответственно, у нас создается лодер. Ну, лодеру сдается какая-то геометрия. То есть в данном случае у нас лодер, он просто заполняет всего родительства большими отступами. Также кладется маус-терия просто для того, чтобы отслеживать действия пользователя. Мы сейчас по действиям пользователя будем что-то изменять в этом лодере. Если пользователь будет два обрабатываться, это обычное нажатие, двойное нажатие. Если обычно нажатие произошло, тогда лодеру передается источник. RecRectangle.com. Вот он, код RecRectangle.com. Такой простенький. Просто создается прямоугольник. Хочу обратить внимание на то, что здесь в этом файле не задается геометрия прямоугольника. То есть в ректангл просто передается код. Вся геометрия у него будет задаваться из лодера. При двойном клике вместо того, чтобы задавать source, задается source component. И там используется BlueRectangle. Вот смотрите, source component должен быть объявлен в том же файле, ну или по крайней мере попротенок туда, где у нас используется лодер. Ну и здесь source component, он содержит один элемент, который, конечно же, находится в его корне. Это тоже прямоугольник, только у которого цвет синий. И опять же происходит следующее. Геометрия прямоугольника не задается, она будет оттянута из лодера. Вот давайте попробуем всю эту штучку воспроизвести в IDE. Я буду это делать неспешно. Надеюсь, у вас будет возможность повторить за мной. То есть я начну буквально с запуска IDE. Так, ну, не буду говорить о мой проект, я возьму проект из ссылки. Вот с урока выключил Aurora Artcom. Комал. Не расходяя загрузки, видимо. Так. Распакую его в директорию, где мы лежим проекты. И открою профалик. Настрою вот сборку для x86. Будем собирать для эмулятора. И давайте я перед тем, как запускать эмулятор, сделаю, чтобы вам он был покрупнее. У этого выберу Emulator Mode. У нас будет ела фон поменьше, но зато безмасштабированный. Обычно эмулятор отображает экран смартфона, уменьшенный в два раза, просто чтобы он влезал на экран компьютера, это тоже не маленький. Поэтому. А я хочу вам показать большую картинку, поэтому буду показать так. Давайте сделаем, чтобы у меня эмулятор показывался вот так. Так, у меня здесь открыт код приложения Aurora template. Ну, он прям совсем простой. У него тут есть такая штучка с application window. И сейчас мы как раз внутри этого application window будем что-то делать. А листинки я выложу на степик тоже. Соответственно, можно взять вот прям листик. Например, используем его, да? Я его скопирую. Ставлю вот сюда. Так. Значит, что? Почему у нас ничего не подсветилось и не работает? Потому что пример настолько неномистичный, что я из него вырезал даже вотклик. Полезная практика. Вотклик вписывать. Не забывайте про это, поэтому мы здесь не потренировались. Значит, смотрите, у нас есть loader. Loader занимает весь, все application window. Соцступами пособники. Ну, ладно. Есть mouse area, которая занимает все application window. И есть компонент. Что нам не хватает? Нам не хватает кода компонента красного прямоугольника. Вот это вот. Для этого нам понадобится создать отдельный файлик. Rectangle.com. Создадим его там же в директоре.com. Добавить новый. Qt.com. Qt.2. Вот то, что мы создаем файлик.com. Имя. Red. Rectangle. Вот у нас создался файлик. Сюда пишем Red. Rectangle, у которого цвет. Как и планировалось, будет Red. Вот тут красный прямоугольник у нас есть. Итого. У нас есть компонент с описанием синего прямоугольника и есть красный прямоугольник в одном документе. Так, давайте я сразу поставлю галочку, чтобы у нас Qt.com.online.com работать. Потому что пересобирать все это дело не хочется. Но, видимо, начнем сборку. Так. Становим приложение. Ну, изначально у нас компонент пуст, он ничего не загрузил. Зато если я нажму один раз, он загрузил красный. Если я нажму два раза, он загрузил синий. Вот так вот работают лодеры. Лодеры нужны для того, чтобы иметь возможность заменять одни элементы другими, когда одни актуальны, другие не актуальны. Ну, давайте посмотрим, что у лодера происходит. Он статус ченчет. Выйдем в консольку. Статус. Он. Прогресс ченчет. Консоль. Блок. Прогресс. Так. Вот мы сейчас окном. Сохраняем. Так что там на есть. Ну, вот можно видеть, что прогресс изменился на единичку. А, статус, да, уступился на единичку. Понятно. Статус. Ну, это тоже почищусь снова. Ну, вот можно видеть, что статус меняется и прогресс меняется. Таким образом работает лодер. Давайте я посмотрю, есть у вас какие-то вопросы. Так. Вот. Вот. А напишите, пожалуйста, у кого удалось воспроизвести пример. А если не удалось, то, пожалуйста, напишите почему. Я некоторое время подожду. Компоненты не уничтожаются. Компонент у нас тут описан декларативно. Вот его код. С ним ничего не происходит. Уничтожаются объекты. Давайте, кстати, вот так ради любопытства посмотрим, как это работает. Вот у нас есть под рукой код синего прямоугольника. Поэтому я по неоченьку поделаю. Так, что мы с ним можем сделать? Мы сможем сделать вот следующее. Компонент. Он. Комплитед. Консоль. Лок. Бру. Комплитед. Компонент. Он. Дестракшн. Консоль. Лок. И давайте посмотрим, что у нас происходит с этими. Так, ну, красный интересный. Смотрите, вот нам написали. Блю компли. Я два раза кликнул, создался объект синего. Опа. Один раз кликнул, создался красный прямоугольник. И синий удалился. То есть лодер, он по компоненту или по документу создает объект, а тот, который был создан, ну, его удаляет сборщик мусора. Так, смотрите, аптемплейт не прошел алигаций. Ну, конечно, не прошел, потому что тут у вас, скорее всего, пробует Харбор. Вы выберите режим сборки. Это deploy as a plan package. Лодер может грузить, может ли лодер грузить пейджи? Да, может, лодер может грузить произвольные типы, произвольные документы. Бинда и сигналы слоты удаляются при разрушении объектов. То есть, если у вас объект был готов к удалению, то от него будут оторваны все подключения, которые были. Так, ну, напишите, пожалуйста, что у кого-нибудь еще получилось сделать это. Ну, мы, наверное, двинемся дальше. Да, так, я вот, чтобы очень поздно про цвета говорила не так давно, то есть, там была рекомендация, как избавиться нам от черного экрана и проблем с загрузкой обоев, это увеличить немножко памяти в эмбуляторе. Вот это вам должно быть помочь. Так, ну ладно, давайте я дальше двинюсь. Да, у нас прислалит, вот он. Так, ну, с лодером что-то поделали. Давайте тогда поговорим о том, как же получать по-другому новые объекты, когда на самом деле вы напрямую объектами уже не управляете, они будут управлять что-то другое. Начнем вот с чего. Есть такая достаточно распространенная, известная, в общем-то, классическая модель, шаблон проектирования, паттерн, как это по-английски звучит, по-русски тоже любят называть, паттерн проектирования, который называется модель представления контроллера. Здесь написано модель представления делегат, ну, это так, подчатка, модель представления контроля. А про делегата чуть позже поговорим. Ну, это такая классическая моделька, в которой пользователь видит некоторые представления модельки, модель отвечает за данные, пользователь взаимодействует еще с одним объектом, который управляет и представлением, и моделью. А модель по всех обновлениях шлет уведомления в представлении, представление – это визуальная часть, которая занимается отображением. Ну, так вот происходит взаимодействие. В кьюте распространена другая схема взаимодействия, которая как раз называется модель представления делегат. Вот она здесь рядышком. Нарисовано, то есть из схемы МВЦ выкидывается контроллер и заменяется понятием делегат. Делегат работает не так же, как контроллер, хотя часть функций на себя и берет. Что здесь происходит? Здесь происходит следующее. Пользователь все так же видит представление всей модельки. Но за отображение отдельных элементов, за их поведение и взаимодействие между ними отвечает делегат. То есть делегат отвечает за один какой-то элемент модели. За элемент списка, за элемент таблицы. Вот за это отвечает делегат. Соответственно, все изменения, которые происходят с отдельными элементами, передаются делегатам, созданным объектом. И эти объекты обновляют свое отображение. Все изменения, которые связаны со структурой модели, они передаются представлению. Например, изменение количества элементов, ставка элементов и прочее. И представление на это может как-то реагировать, включать анимацию. И сейчас мы с вами как раз посмотрим на то, как же делегаты используются. Ну, первое, на что мы посмотрим, это на такой тип, который называется репитор, который позволяет повторять многократно какие-то существующие, описанные элементы. Ну, по сути, делегат. То есть у него есть свойственный дебютат, который он передает в компонент, который говорит о том, как должен выглядеть каждый отдельный элемент. Ему передается моделька. Моделька – это некоторая структура данных. Вот как устроена моделька, мы сегодня тоже поговорим, но попозже. Он возвращает. У него есть свойство аккаунт, которое говорит о том, сколько же элементов у нас получилось. И есть сигналы, которые он испускает, когда элементы добавляются или удаляются. Ну и есть метод, который позволяет получить созданный с помощью делегата объект, находящийся по каждому минуту. Давайте здесь просто я вам покажу, как это выглядит. С гридом вы уже сталкивались, когда смотрели, как можно позиционировать элементы QML. В данном случае используется грид, заполненный 80-ю элементами. Писать все эти элементы вручную, конечно, очень не хотелось. Были благоустроены не все совершенно одинаково. Это просто текст, который выводит число. И давайте посмотрим, что здесь есть у нас. Грид состоит из 10 строк, направление сверху вниз, соответственно, заполняться будет сверху вниз, слева направо. То есть первый стабильт, второй, третий и так далее. И здесь используется репитер. Репитеру передается в качестве модельки число. Это значит, что репитер будет порождать вот такое вот количество элементов. И в качестве делегата указывается, как будет выглядеть каждый элемент. Давайте очень доверяем, что текст. Мы из модельки забираем индекс. Индекс – это текущий порядковый номер. И его выводим. Давайте с вами немножко поработаем с вот этой вот попробуем воспроизвести этот мистинк. Соответственно, мистинк можно забрать там же на статике. А вот он. Я его заберу. Я его вставлю вместо всего вот этого вот. Прямо припишем. Вставим в Windows. Ну, сохраняем. Ну, как-то вот так вот. Так себе. Давайте сделаем красивее. Вместо текста будем использовать label. Там уже будет правильный шлиф, правильный цвет. Уже стало лучше. И, ну, пиксель сайз даже указывать не будем, потому что все поразъехалось. Так, что еще нам? Спейсинг – это хорошо. Но давайте возьмем спейсинг системы, как это полагается делать. В selfish и в авроре соответственно Padding small. О, у компактора. Не давайте возьмем падет medium. Вот. Вот так. Вот у нас получилась табличка. Вот с помощью model index мы получаем значение текущего элемента. То есть, можно выводить от единички до 80. Что здесь интересно можно сделать? Можно лак посмотреть. Ну, давайте вот что сделаем. Там подсветим как-нибудь первые и последние элементы. Для этого выберем color естественно if или не просто model index null или model index index вот в этом случае в другом случае возьмем что у нас а модель стал 1 пасы не подсветили так не давайте посмотрю если у вас какие-то вопросы дальше ну давайте еще немножко посмотрим о том как репет это работает вот я ему сделал модель козов вместе давайте займем модельку из 78 стал на 2 элемента меньше но штука то в том что репетер он просто вот на этом месте генерирует однотипный элемент а вот если вот так вот сделал текст так видите он влезает в начало потому что grid он считает что вот здесь на самом деле находится 79 меток то могу здесь написать беги а в конце могу написать и и у нас с вами будут беги н н и заполняться про на также то здесь уже находится как будто бы 80 меток из которых посрединке 78 генерирует ну хорошо давайте будем двигаться дальше и поговорим о представлении вот мы с вами уже проговорили о том что из делегат который позволяет как-то рендерить отдельные элементы модели но для того чтобы с делегатом работать комфортно используется представление но вы уже тоже отчасти с ними встречались когда говорили об элементах силика потому что они силика листом силика греки слайдшоу здесь я хочу поговорить о представлениях базовых первую очередь ну потому что представление из силики они на них основываются есть три базовых представления которые предлагают модуль перпик это листие гриппе и пфу соответственно они позволяют отрисовывать элементы модельки либо виде списка вертикального или горизонтального виде таблицы либо виде отдельных элементов которые располагаются по траектории которая там отдельно указываться на самом деле может очень хитро раскидывать элементы хитро отслеживать их перемещение и даже изменять их свойства то есть там с помощью например вот как-то доводилось не реализовывать эффект параллакса тем не менее все вот эти вот элементы обладают рядом схожих свойств но здесь нужно сказать что листью гриппе они наследуются вот фликабол это элемент который позволяет внутри себя хранить контент который может быть его больше и соответственно перетаскивать его изменяя окно просмотра а пассию наследуется от айтем но тем не менее добавлять те свойства которые отликаного тоже приехали значит все эти представления обладают свойством модель это как раз способ указать какие данные мы хотим отображать telegate это свой способ указать как будет отображаться каждый день current item и current index свойства которые позволяют отслеживать текущий элемент он может изменяться при прокручивании представления и есть два свойства которые позволяют управлять скоростью прокрутки использовав кинетическая прокрутка можно ограничить и максимальную скорость можно указать с какой скоростью не будет замедляться если специально эти два свойства вынес потому что силика эти свойства изменяет на стандартные которая определяется силикой поэтому все листью гривью и поясню там не будет себя очень похожа еще на что хочу обратить внимание то что реализована с помощью разных свойств затем не реализована в каждом из представлений это кэширование объектов которые генерируются с помощью делегат это как раз очень мощная важная часть связанные со представлениями у вас есть не может содержать очень много элементов очень может отображать модельку которая содержит очень много элементов очень-очень много элементов но при этом объект представления будет генерироваться не для каждого а только для тех которые видны в данный момент ну плюс быть может несколько зависимости от того какой размер кэширования вы указали и это важное свойство которое делает использование всех вот таких представлений крайне эффективно немножко позже посмотрим на примеры того как представление используется просто для того чтобы эффективно об этом говорить полезно проговорить про то какие модельки бывают но прежде чем дальше перейти давайте снова посмотрите какие у вас вопросы люди возникли если есть вопросы по представлениям вот такой общего характера напишите пожалуйста если нет то тогда будем двигаться дальше так хотел бы увидеть пример с кэшированием сделаем пример которым попробуем поизменить кэш и посмотрите на что это влияет поговорим о модельках начнем с того какие типы модели бывают в коме или ну сам простой тип с которым вы сами уже поработали это целое число указано по целому числу будет это восприниматься так что нужно на рендерить вот такое заданное количество элементов можно кроме целого числа передать массив гаваскрипт массив либо объектов либо столкнул на самом деле просто носить гаваскрипт и делегат будет передаваться каждый отдельный элемент массивчик а соответственно делегатов объектов в представлении будут отображаться столько же сколько элементов массив есть еще несколько специальных моделей которые предоставляют модельки пик про них мы отдельно про каждую поговорим ну и можно сделать свою модельку на c++ про это поговорим в самом конце сегодня потому что прежде чем говорить о модельке c++ нужно порассказывать о том как использовать ну про целое число повторяться не буду поэтому перейдем сразу к тому как работать с данными из массивов гаваскрипт здесь показан пример на котором в данном случае снова с помощью репитера генерируется набор представлений для строк на что я хочу обратить здесь внимание на то что здесь используется модел дейта вот если посмотрим то как устроен так вот здесь пропущен снова делегат раны это сами потом пока поправлю вот этого трактанга вот конечно же делегат этого репитера здесь показано как устроена текст в этом делегате здесь используется модел дейта модел дейта это значит это свойство которое будет принимать значение соответствующее последовательно каждому элементу из массива здесь со строками поработали мы давайте посмотрим на вариант по хитрее когда происходит работа с объектами здесь уже получается передаются элементы также через массив но каждый из элементов является объектом может содержать несколько разных свойств здесь происходит рендеринг тоже с помощью цветного прямоигольника с текстом только качестве текста используется используется уже свойства если обратить внимание здесь используется модуль дэйта . пирс соответственно из каждого из текущего соответствующего данному индексу элемента модельки попробовать выводить свойство текст если свойство удалось мы его присвоим тексту отображаем его если нет то выведем вы можете заметить что у нас у первого объекта в модельке в массиве нету свойство текст поэтому там вводится анти текст заглушка там есть он вводится ну и цвет можно также отдельно получить давайте побалуемся немного с этим примером как раз посмотрим на то как работает кэширование это четвертый листинг вот он я его вот сюда вставлю так значит поломался поломался ну давайте я это соберу чтобы он адекватно имел сообщение о ошибке цветком и лайф всем хорошим иногда когда ломается все он теряет сообщение об ошибке приходится перезапускать в таких случаях ну 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 ладно ну 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 так а теперь что анекспект токен вот этот так ну конечно анекспект токен контролл и он делает автовыравнивание и 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 стандарт вот на рендер лист 2 прямоугольничка что нам с этим делать а ну хочется посмотреть на что у нас будет иметь кашировали давайте я вот видите что здесь у нас отображаются не все это какие-то из них создаются какие-то из них удаляются можем посмотреть компонент он комплиток блок модал вот создано 11 штук видите он по ходу дела создает новые когда возвращаемся он пересоздает те которые были вначале потому что они удалились на самом деле там может использоваться не такая логика он некоторые объекты вместо того чтобы совсем удалить совсем создавать может переиспользовать для отображения других данных вот но тем не менее у нас компонент он комплиток вызывается и так я что хочу сделать я хочу немножко упростить вам жизнь чтобы было по счастью я почти честно буду ловить можно да я тут читаю комментарии по ходу написано команды и выравнивает правда это маке так я извините же не на маке поэтому я буду использовать control но надеюсь что те у кого мак догадается потому что там нужно же комнат а так давайте теперь значит у нас последний элемент 7 который отображается сдвигаем 8 больше виден вот он параде 12 13 14 то есть у нас сейчас кэш это четыре элемента снизу а как задается кэш в случае списка давайте покажу документацию кэш буфер кэш буфер эта штука которая показывает пиксела сколько нужно вам кашировать информации а давайте сейчас кэш буфер что произойдет он сгенерировал ровно столько элементов сколько у нас входит подсказки предлагают вот он сгенерировал ровно восемь элементов потому что экран попадает 8 элементов если я начинаю сбегать 9 создался десятый создался потому что он вот тупо позже дали шка и первый создался потому что будете потому что он уже почти ничего не каши если я выставлю кэширование сколько очень он сразу создал 19 и уже ничего не пересоздает потому что размер кэшируемой области он достаточно большой все элементы в него попали вот какая хорошая практика на самом деле при работе с списком как лист ну она заключается в следующем у вас размеры элементов не должны определяться загруженным контентом то есть у вас в процессе загрузки делегата размер не должен меняться в этом случае у вас не будет скакать лист ну как ненормальный потому что размер положение текущих элементов определяется размерами предыдущих всех которые там были а если они в процессе загрузки процессе создания начинает изменяться в размерах происходит странные сдвиги очень неприятные поэтому вот здесь вот хороший вариант у нас высота постоянно из-за этого даже при загрузке новых элементов ну совершенно понятно где находят и находиться должны те которые будут идти за ними а плохой вариант был бы если бы в процессе загрузки объект из делегата это зачастую с этим приходилось сталкиваться когда работают с картинками потому что размер элемента например определяет из расчета размер картинки которая только будет загружена вот лучше таких случаев избегать либо задавать максимальную высоту картинки даже не максимально именно фиксированную высоту либо где-то в отдельных полях хранить в модельке размеры таких картинок чтобы можно было их заранее получить и уже ничего не изменит так ну ладно есть какие-то вопросы вот про работу с массивами джалстрипт качестве моделек вот попасть и переключу во что написать я себя открыл рядышком вопрос по этому книгу ну ладно давайте дальше двигаемся дальше у нас как раз идут модели которые предлагают комы это по хитрее модельки они обладать могут и своими свойствами и методами и даже сигналы спускать и с таким модельками в принципе удобно работать если у вас разработка идет со стороны комы первая такая модель это лист моду то есть модель списка в ней каждый элемент может содержать набор свойств чем-то похоже на модель массива из жилоскрипта важное отличие в том что эта модель умеет уведомлять представление о том что в ней что-то изменилось так ну давайте тогда поговорим о том что здесь есть естественно есть способ получить количество элементов модели есть возможность получать отдельные элементы элементы будут уже здесь объекты есть возможность задавать как или нет целиком так и отдельные свойства элементов можно добавлять удалять вставлять данные ну и ссылку вызывается для того чтобы создать изменения которые были сделаны модели самом деле здесь показан пример того как происходит работа с моделью точности также у нас есть прямоугольник который используется в качестве делегата в листве но теперь качестве модельки используется такая интересная штучка можете увидеть что дельный элемент модели указываться с помощью типа лист или и давайте попробуем с этим примером что-нибудь сделать но прежде ну вот на что хочу обратить внимание что та же самая моделька может быть отображена не только с помощью листью но и с помощью гритки от таблички здесь просто побольше элементов добавлен для наглядности мы с вами сейчас это все по полному проделать то есть у нас есть одна и та же модель на самом деле модель может просто список список элементов отображать его можно с помощью разных внушек зависимости от того как удобнее будет при расположении экрана либо при размерах отдельных компонентов ну вот сейчас как раз с этим примером попробуем поэкспериментировать по заменять гриф и листью так давайте откроем листинг нам понадобится ну возьмем за основу вот этот листинг есть модуль 5 вот это все дело удали так что нам нужно задать размеры лист вот так вопросы какие были то есть по сути кэширование происходит автоматически например если в модели будет несколько сотен элементов да кэширование происходит автоматически он вычисляет количество объектов которые будет хранить на основе размеров элементов и размера окна для кэширования добавлять и удалять элементы как для обычного массива это вопрос видимо про лист модуль там есть методы для удаления и добавления элементов соответственно их нужно бы использовать так ну давайте посмотрим что у нас здесь есть первое что хочу сделать это все-таки дегенерировать побольше не подать я возьму элементы из второго примера 4 штуки вот и есть у меня листья я хочу заменить на о вот я что придумаю я все даже грит не возьму не важно силика на силика давайте силика давайте возьмем силика листья и силика грит ну он тогда сделает уже преднастроенные скорость и прокрутки ускорение на самом деле вот если я не веду на силика листья и нажму f2 мне покажет как устроена силика листья внутри он использует листья у которого здесь много свойств до определенных например до определенных такие вещи как и задано несколько стандартных свойств вроде выравнивания по пикселам задержек вот как раз максимум приколости заданы и кэш буфер задан на это хочу обратить внимание он равен восьми по средним размерам элементов не знаю почему столько но вот почему это столько а аналогично силика грит работает поверх обычной грит здесь в точности также предназначено вот у нас есть силика листья есть силика грит дела пока не сохранивать поэтому используется только один вот давайте также вот что я хочу показать я хочу показать что если я сейчас комментирую грит и сохраним не будет отображаться лист ее если я закоммENTIR edible и сохранил не буду отображаться не будет отображаться потому что кто поломался какая строка 76 мне будет отображаться гретью давайте единственное что сделаем здесь вот чем гритлюх активизовать с тем что она раскидывает элементы по сетке соответственно для того чтобы не как-то спланировать куда сколько элементов лизит понадобится указать размеры каждого элемента у критлю или свойства салвит салфит который отвечает за размеры ячейки собственность на этих размерах она и раскидывает элементы по вертикали и горизонтали и в делегате эти размеры принято использовать для того чтобы рассчитывать размеры делегата ну соответственно если вам нужно сделать отступы какие-то вы можете сделать как можете сделать например так минус парень смол у вас появится вот здесь то же самое можете вот то есть но это просто часть которая соответствует делегату но которая не рисуется так что я хотел показать хотел показать как происходит добавление элементов могу ну давайте добавим сюда кнопочку и давайте добавим а пол даун меню но тут есть такое свойство которое можно положить пол даун меню можно вот так можно его в это свойство не класть и просто так указать тогда он сам это свойство подставится а выберем меню айтам которого у нас будет текст и это айтам он клик что будем делать будем добавлять как у нас модель называться дэйка модал аппенд и тогда в качестве аргумента нужно передать джессон объект который будет описывать свойства добавляемого элемента ну что у нас написано здесь color айтам текст ну что в качестве текста возьмем текст так вот у нас плюс полный меню это это видите добавляется вот то есть на что хочу обратить внимание что при добавлении элементов сразу же происходит обновление потому что модель обработала добавление элемента и сгенерировала сигнал который отправился в дюшки и дюшка поняла что нужно перерисоваться так что тут еще интересно показать ну интересно сказать наверно про то что в этих дюшках листью критю реализованы свойства которые позволяют добавлять анимации анимации удаление элементов заполнение элементов а вставки элемента эти анимации можно переопределять ну в зависимости от этого там будут по-всякому красивому разложатся другие элементы и все замечательного так ну давайте еще какой-то свойство элементик добавим меню а это а 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 к а а а а а а авт а если Давайте буквально пару минуток для вопросов по этой части. Сейчас немного подожду. Если будут вопросы, то поотвечаю. Если не будет, то вернемся дальше. Ну, пока как раз покомментирую, что вот здесь вот показан, по сути, тот пример, который мы воспроизвели, когда происходит добавление элементов к модели. Мы с вами делать уже научились. Вот, еще один тип модели, который особенный, потому что он состоит из объектов. То есть это модель, которая содержит объекты, которые можно отображать по-разному. Ну, в данном случае, смотрите, у нас модель содержит прямоугольник и текст. Видите, прямоугольники и текст пока никак не отображаются. Вот они есть в модели, и есть. Но мы их можем захотеть отобразить по-разному, можем их отобразить в виде списка, может, в виде таблицы. И как раз Visual Item Model, она позволяет это делать. Если у вас заранее есть набор заготовленных объектов, вы можете их сохранить в модель, а потом подставить в то представление, которое вам будет более удобно. То есть это способ отобразить и упорядочить представление для разных типов объектов, которые у вас хранятся в одной модели. Ну, здесь подробно останавливаться не буду. То есть это просто полезно понимать, что такая возможность есть. И если в таком понадобится, вы можете ее использовать. Интереснее поговорить об XML List Model. Это способ, ну, по сути, это вот такой фарсер XML файлов, который работает сразу с моделью. То есть вы описываете структуру XML файла и модели, и у вас автоматически происходит ее заполнение. Что указывается? Указывается Soros, это URL XML файлов. Он может быть как локальным, так и внешним, в точности так же, как с картинками. Указывается Curie, это запрос, по которому из XML файла извлекаются отдельные элементы модельки. Как этот запрос устроен, чуть позже покажу. Count – это так же свойство, которое показывает количество, текущее количество элементов модельки. XML role – это способ описать, как заполняться будет отдельный элемент модели. Который. То есть каждое отдельное свойство для элемента описывать нужно с помощью XML role. Name задает имя свойства, которое будет создан для объекта модельки. А Curie задает способ извлечения этого свойства. И здесь мы с вами посмотрим и пример, и попробуем даже воспроизвести все это, написав простенькие просмотры шикарососменки. Ну, точнее говоря, дополнив шаблон уже такого просмотрщика. Давайте просто примерим. Сначала посмотрим, как это работает. Вот у нас есть справа некоторый XML файлик. Ну, структурированный файлик, все хорошо. Можно увидеть, что в нем есть тормевой элемент каталог, или каталог, который содержит элементы book, книжки. Каждая книжка содержит title, year и author. Хорошо, значит, нам нужно загрузить books к XML. Ну, здесь указан локальный путь, может быть внешняя ссылка. В общем, откуда-то это файл загружается. Все нужно приписать откуда-то. А дальше нужно рассказать, как извлекать каждый отдельный элемент. У нас отдельный элемент здесь, это вот эти книжки. И мы должны сказать, что нужно пойти по пути каталогу, и взять элемент типа book. Вот все вот такие вот элементы типа book обработает, для каждого из них сделать отдельный объект в модельке. Дальше рассказываем, как мы будем заполнять каждый из таких объектов. Говорим, что есть у нас три свойства каждого такого объекта. Это title, year и author. Title забираем из title, то есть book title, и говорим, что это строка. Год забираем из book here, и говорим, что это число. Автора забираем из book author, и говорим, что это строка. И таким образом у нас получится моделька из трех элементов, каждый из которых будет содержать створство title, year и author. Ну, и эту модельку можно использовать вот прям в точности, так же, как лист моделл. Только она не редактирована. Ну, здесь у нас конец презентажки. Но не конец этой темы, потому что сейчас давайте мы с вами попробуем воспроизвести примерчик. Что нам понадобится? Нам понадобится, во-первых, закрыть вот этот вот шаблон. Потому что он нам сейчас уже будет не нужен. Я тут все обстановлю. Да. Закрыть проект. Нам понадобится другая. Вот здесь вот понадобится, во-первых, шаблон приложения читалки RSS. Там очень несложный шаблон, но с которым мы сейчас так скоммунитируем. И понадобится браузер, в котором будем открывать файлы. Давайте первое, что сделаем, это посмотрим сначала шаблон читалки, а потом поставим браузер. Браузер взят из OpenRap. Здесь ссылочка на OpenRap есть. Он основан на WebKit, но нам его хватит для наших мест. Так. Значит, открываем. Шаблон проекта. Ну, он уже должен быть скачен, поэтому я его перескачивать не буду. У нас, кстати, у меня даже с Amazon есть, но я с вами есть и полотенец пройдусь. Так. Нам нужен RSS Reader Demo. Вот он. Мы его откроем. Здесь вот. Ну, я буду также собирать под 476, потому что под эмулятор. Что я здесь выберу? Выберу собрать как РПМ пакет. В принципе, я могу уже запустить сборку, только... Пакетка у меня live для него активирует. Вот. Теперь можно собрать и по ходу дела буду править и смотреть, что изменяется. Пока вы у себя его открываете и настраиваете, я запущу, установлю и прокомментирую, что здесь есть. Значит, аппликейшн Windows здесь устроен очень просто. Он содержит initial page, на который и перекидывает при старте приложения. Поэтому будем работать с этим пейджем, это channel page. Вот. Вся интересная логика сделана здесь. И здесь нужно будет проделать несколько манипуляций для того, чтобы... Чтобы все дело заработало. Вот. Значит, я понятил те места, в которых нужно сделать правки с помощью TUDU. И мы как раз все-таки TUDU сейчас попробуем обработать. Значит, давайте кратко проговорю, что у нас есть здесь, в этой страничке. Есть LIST VIEW, которому должна передаваться моделька. Есть XML LIST MODEL. Channel MODEL. Поэтому давайте мы эту модельку сразу в LIST VIEW передадим. Model. Channel MODEL. Тудушку закрыли. Так. О том, как устроен model menu item, в PUDAL menu, потом посмотрим. Там нужно будет обновлять модельку. Давайте посмотрим, как устроит сама моделька. Моделька загружает RSS. RSS с 3D News. Ну, почему бы и нет. У нее достаточно красивая RSS. В том плане, что на ней можно много всего показать. Я открою ссылку. Вот она. Можем посмотреть, как устроена RSS в плане XML структуры. У нас здесь есть канал. У канала задан title, link и несколько других свойств. Потом идут item. Вот каждый item, вот такой. Вот. Это элемент, запись в RSS. Он состоит из title, ссылки. Гайд мы используем сейчас. Инклодем. Вот интересный момент. У него есть инкложа. Инкложа мы с вами попробуем раскодировать. Потому что в ней хранится картинка. И description, это текст, который мы тоже будем получать. Попдейт, дата публикации. Вот попробуем обработать все вот эти вот характеристики. Значит, что нам надо сделать? Нам говорят, что неплохо бы заполнить дюро, по которому будем извлекать данные из этого канала. Вот сейчас, чтобы все это заработало, нам нужно сказать, как будем получать каждый отдельный элемент. Что у нас там было на входе? RSS корневой элемент, да? Потом channel был. И мы хотим забрать каждый item. Хорошо. RSS channel item. По идее, после этого должно происходить получение элементов. Давайте проверим, как мы это сделаем. On count changed. Console. Lock count. Посмотрим, сколько элементов мы смогли загробастать. Вот. Загрузили 100 элементов. Отлично. Какие-то 100 элементов мы загрузили. Вопрос в том, какие. Давайте сходим вот сюда. Ну, здесь описан компонент. Компонент здесь уже создан. Он тут устроен по-хитрому. Это листай там, в котором есть даже верстка, тут есть столбец, в который вводится картинка, там всякое разное. Ну, наша задача с вами просто заполнить данные для этой верстки компонента. Можем увидеть, что здесь есть картинка. Ну, давайте картинки потом перейдем. Начнем с чего-нибудь попроще. Title. Откуда нам взять Title? Ну, здесь прописана роль Title. Соответственно, даже написано, как Title забирается. Ну, здесь прописан запрос к... И к самому формату, по сути, он говорит нам следующее, что нам нужно взять Title из каждого айтема, преобразовать его в строку и обрезать лишние пробелы. Очень похоже, что-то делается с description, только из него еще теги вырезаются. Вот он, этот кусочек. Поэтому давайте сразу заполним Title и Description. Где у нас тут Title? Title, Title, Title. Текст, Model. То есть забираем из модельки значение свойства Title. И Description вот сюда. Text, Model, Description. Сохраняем. Что-то там произошло. Стой или нет, подгрузилось, только потом ничего не видать. А что ничего не видать? Давайте картинку тогда подставим. Как у нас, куда картинка попадает в ImageRoll? Source, Source. Вот сюда. Source, Model, ImageRoll. Ну, давайте проверим, что у нас там с компонентами, то есть, как создаются, не создаются, и создаются то, какой высоты. А, вот еще давайте вот эту штуку зададим. С Date вам все интереснее. Про Date чуть позже даже побольше поковерю. Model, Date. Ну-ка. Давайте мы видим, хотя бы какую-нибудь информацию, что ли, во первом линии Казахстана ничего не снялось. Так. MarItem channelModel Get. No. Console. Log. Item. Tick. Да. Тараперсов. Ну, вот, смотрите, поэтому он получил. Так, где у нас тогда ошибка получается? То есть, моделька, она, видимо, все-таки заполнилась. Может даже вывести все, что на модельку пришло. Вот. War. И отправляться. Но и меньше, чем Model. Count. Получаем эту модельку и смотрим. Model, Model, Model. А, не Model, а черный Model. Так. Так. Вот он, вот он все. Тайпил, загрузил. Так. А. Все, я понял, в чем проблема у нас для модели, не был задан делегат. Вот он, в чем дело. Как же так уж. Надо исправить. Давайте зададим делегат модели. А делегат у нас вот он. Че он? А это в делеге. И вот все подгрузилось. Красиво и наглядно. Как бы все интересно, хорошо. Тут отображается название, дата, текст описания. Это для каждого элемента. Да. Вот спасибо, кстати. Обратил внимание на комментарий. Да, действительно, делегат не был прописан в листве. Спасибо. Это было верно. Вот. Значит. Хочу обратить внимание на то, что здесь используется Crow Decorator. у листвиум. Что он позволяет делать? Когда мы прокручиваем этот список, здесь вот справа, вот чуть-чуть, я поразвинусь. Справа появляется такая маленькая полосочка, которая говорит о том, где сейчас в этом списке мы находимся. Вот. Что еще тут интересного есть? Дата. Дата пишется по-английски. Вот. Вопрос важный, и который иногда приходит от разработчиков, а как бы нам сделать так, чтобы наше приложение запускалось не с английским языком, а с русским? Ну, понятно, что если у нас запустлено устройство, там будет использоваться системная локаль. А какая же локаль используется в эмуляторе? Ответ. Да никакая по умолчанию. Там в качестве локали будет буковка C. Для того, чтобы запустить приложение с нужным локалью, можно проделать следующий. нехитрый финтушами. Идем в настройки запуска приложения, выбираем здесь следовыполнение и задаем переменную окружение. Переменную LC all. Означение. Это та локаль, которую вы хотите запустить, я буду выбирать русскую. Ruru. Теперь у нас приложение будет запускаться с активированным русским языком, и если есть переводы, они будут подтянуты. Бонус то, что переводы у этого приложения есть. Вот у нас есть переводы на английский, на русский язык. И так переводить не так много, чтобы было, но у нас есть. Если мы сейчас его запустим. Можем увидеть, что дата все еще осталась на английском. Сейчас разберемся почему-то. Вот. Но вот сюда подпись уже встала на русском. Дата на английском, потому что ее на английском генерирует вот эта вот функция. Update string. Для того, чтобы дату как-то локализовать, придется делать на стороне com.el от огня на ступ.дate. Date. Вот он. Давайте попробуем, что-то с этой датой сделать. Простой вариант номер 1. Написать на него date. Не цилизировать его этой датой. И посмотреть, что она вывелится. Вот. Вводится уже что-то другое. Интересно. А что нужно теперь вывести дату локализована? Есть такой метод. ToLockAle.DateString. И он выводит дату уже согласно нормам той локали, в которой все дело используется. Но можно пойти дальше. Можно посмотреть, как работает Locate.DateString. Там есть способы форматирования даты. И в качестве формата можно выбрать разные форматы локали. Ну, давайте попробуем Nero выбрать. Nero это сокращенный формат. Есть шорт, это прям совсем шорт. По-моему, очень используется Long. Вот такой вот длинный там понедельник, 22 апреля. Давайте выберем Nero. Он будет покомпактнее. И, я думаю, лучше подойдет для свойств читалки Nero SOS. Так. Ну, вот первое здесь придется Lockheed. Вот все в качестве локали передадим HitLockAle текущий формат передадим следующим аргументом. То есть HitLockAle, Lockheed. Ну, вот у меня все равно такой же вот такой компактный Long вот такой ну, который был Nero покомпактнее. Давайте использовать его. Так, про что я еще хотел рассказать? Ну, смотрите, как бы все хорошо, но у нас хедер пустой. Хедер страницы ничем не заполнен. Вопрос. Как бы нам заполнить хедер? Ответ такой. Информация для хедера есть, конечно же, в загруженном RSS файле. Вот она. Title link. Давайте попробуем эти title и link запихать в хедер. Для этого мы сделаем следующее. Мы сделаем вторую, но она уже там есть, вторая XML list model и с помощью нее распарсим эти данные. то есть вот можно посмотреть здесь у нас вторая моделька, которая в качестве source использует те же самые данные, то есть тоже channel model source, но эта моделька предназначена для другого способа распарсить данные в канале. Соответственно, данные мы будем забирать также из RSS channel то есть только теперь смотрите, у нас тут забирался каждый item, вот он запрос, а здесь мы будем забирать channel целиком. Из этого channel нам нужно с вами получить информацию о двух полях, это title и link. Соответственно, нам нужно написать две роли. XML role, которого name title и curving запрос, как мы title получаем? Title получаем из title, но просто нужно написать, что title нужно перевести в string, но я думаю, что согласно таким же требованием это можно сделать. можно прямо вот сюда сандрить сюда. Вот. И вторая роль это за URL. URL. Ну, у нас получается так же, то есть только не урон там линка называется. Link, да. Link будем получать откидаж, ну, просто приводя к стриму, но чуть попыше возьмем этот. Так, link. Хотим получать из линк. Вот. Теперь у нас по идее должна загружаться, должен загружаться модель с одним элементом, в котором будут содержаться title link. Давайте мы эти данные положим в хедер страницы. Вот у нас есть членом гу хедер, давайте мы его заполним. Заполнить будем здесь, когда у нас моделька готова. Соответственно, будем писать channel view header title model title 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 ну а ссылку запишем description. action. У патчхедера есть такой свойство, поэтому туда можно писать. Да, контей сантин номер здесь вот это title. 61 строка. title там что мне нравится. А, вот тоже ник header. Header это компонент, вот как раз важный еще момент, про который надо сказать. у listview и есть такие свойства, называются header и footer. Это свойство работает очень похожий на делегат, в них указывается компонент, из которого будет изготовлен header и footer для игрушки, то есть элемент, который выводится перед всем содержимым или после всего содержимого. Вот header и footer это компоненты, а чтобы обратиться к элементу, к объекту, который header item. Вот. И все осталось сразу хорошо, у нас с вами заполнилось заголовок страниц, он грузят как раз из xml. Ну и давайте там сделаем еще буквально пару упражнений связанных. Вот у нас есть тудушка. нам нужно сделать чтобы обновлялась моделька. Есть метод reluat, который позволяет перезагрузить модельку cd.com. С теста у нас теперь при вызове обновить будет происходить reluat. Вот можно видеть излога, что 100 или нету загружаются снова. Давайте посмотрим есть подушки еще или нет. А, нет, смотрите, а, это сделали. О, вот самая интересная подушка, которая осталась. Хочется уметь открывать ссылку при нажатии. Открытие ссылки происходит, ну, например, так. Так, клик сделаем. Qt open your external. и передадим сюда наш кусок, у нас была model link. Вот, если мы это сделаем сейчас, давайте чуть-чуть поразмину, потому что потерялся. Видите, пишет, counter open link, потому что нечем, нечем открывать, у нас в эмуляторе браузер не стоит. Сейчас давайте с вами проделаем небольшую процедуру, которая позволит нам как раз браузер установить и поиспользовать. После, ну, попытаемся сделать это как получится. Я со своей стороны сделаю небольшой перерывчик, после этого минут на пять, потом продолжим. Сегодня материала много, поэтому будем долго. Вот. Я думаю, что где-то как раз к девяти часам закончим сегодня. Можно еще про некоторую часть поговорить. Так. Хотел показать, как браузер установить. Смотрите, что нам понадобится. Нам понадобится пакет браузера. Он был выложен в курсе на степике. Вот он Harvard WebCat. Надо его установить в эмулятор. Что я для этого делаю? Открываю здесь терминал. Давайте снимем сам эмулятор. Кстати, да, давайте покажу, что в эмуляторе у меня сейчас ничего нет, кроме того, что показывал в прошлый раз. Давайте попробуем туда добавить браузер. Можем посмотреть, что тут у нас есть пакет браузера. Давайте мы его скопируем. Копировать будем по порту, где у нас живет SSH эмулятора. Ключик живет соответственно здесь. Я скопирую из-под. Да, из-под рута скопирую. Вот. Указываю, что хочу скопировать. Указываю, куда. Ну, пускай будет лежать в Home, наверное, давно у вас. Так, говорит, что ключ не тот. Бывает. Скопировали. Теперь по SSH иду туда же. Иду тоже под рутом, потому что ставить буду из-под рута. Чтобы за типа SSH порток оказаться маленькой буковкой ПР. У меня всегда была загадка, почему SCP и SSH по-разному параметру передается. Вот. Мы под рутом. Давайте сделаем себе Home Nemo Downloads. Посмотрим, что здесь. Здесь есть браузер. Давайте его поставим в RPM и он поставился. Можем проверить это. Для этого посмотрим, что у нас есть. Вот появился WebCat. Можем его даже запустить, посмотреть, как он работает. Так, ну вот браузер запустился, тут ресурсы EOL какие-то предефайнины. Top My Work есть. Хорошо, браузер работает. Давайте его закроем. И теперь при нажатии считалки по RSS у нас открывается браузер на нужной нам страничке. Ура, у нас из читалки RSS открывается страничка. Давайте сейчас сделаем условный перерыв на 5 минут. За эти 5 минут давайте на 10 минут сделаем перерыв. За 10 минут кому надо что-нибудь поделать. А кому интересно, могут поставить себе браузер и смотреть, как он работает. А я в это время буду сидеть и смотреть, какие вопросы вы задаете и отвечать вам. Так, рассказываю, где лежат ключи для SSH. Смотрите, демонстрирую вживую. давайте посмотрим, что у меня в холме. Ой, я живу сейчас, как надо думать. Смотрите, RSS в холме. В холме у меня стоит Aurora OS. Собственно, там стоит SDK. теперь я нахожусь в корне установки SDK. Что здесь? Здесь много разных штук. Есть инструмент стул, это инструмент, который позволяет обновлять, удалять, настраивать компоненты для SDK. но здесь важно, что есть VM-Shar. LS VM-Shar. В VM-Shar есть директория SSH. В этой директории SSH лежат ключики. Эти ключики лежат здесь для эмулятора, для средней сборки и для всех устройств, которые будут проключены SDK. Нас интересует эмулятор. Вот, здесь для эмулятора лежат ключики для пользователя NEMO, это стандартный пользователь, и для пользователя Routes, под которого можно устанавливать Power. Логер использовать в качестве делегата нормально ли? Да, нормально. И особенно, если у вас в вовьюшке подразумевается то, что разные элементы могут выглядеть совсем по-разному, то есть, например, есть у вас чат, в котором сообщения могут быть текстом, картинками, аудио, еще чем-то, то здесь нормально использовать loader, который в зависимости от типа контента будет выбирать правильный делегат. То есть, у вас loader используется в качестве делегата для модельки, ну, для вьюшки, а ему уже в качестве компонента подсовывается, ну, по сути, правильный делегат в зависимости от типа контента. напомнить разницу между моделом и модел дейтом делегат смотрите, модел это способ обращения к элементу модели для того, чтобы получить его разные свойства. модел дейта используется для работы с JavaScript массивами, и в этом случае модел дейта будет содержать просто присвоено значение указатель на элемент массива JavaScript. То есть, модел используется для работы JavaScript, модел используется для работы с всеми остальными модельками.